здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина вы елку убрали я нет я задвинул ее за стену наряжать елки обожаю могу нарядить сколько угодно елочек не как-то это успокаивает радует создает настроение праздника причем я люблю наряжать елки загодя не вот там 29 30 декабря а что прям вот декабрь наступил числа 1 2 3 это ожидание праздника преддверие праздника мне очень очень нравится а 1 января для меня уже елка не елка но есть уважительная причина и и не разбирать ну вроде как рождество старый новый год а когда уже окрещение еще крещение есть уважительная причина так что напишите вы когда елку разбираете до марта у кого-нибудь стоит я конечно до марта не позволяет только из-за того что нет места если было место наверное бы пусть бы и стояла так что вот так но елочка уже вроде как и я сказала до старого нового года будет фоном поэтому композицию с коридора с полочки спустила на пол может так я все-таки начну с маленькой композиции если вот эту маленькую елочку беру уже начала глядишь крещению и там спереди уберу и большую как у вас елочка это напишите дело обстоит правильно кто 31 нарядил выбрасывать я таких знаю вопрос зачем хотя кому как так вот удобно и правильно ну что посидим поговорим повяжем у меня есть что показать вам значит носочек я показала в прошлом видео показала надо связать второй конечно надо что я и собственно говоря сделала я связала 2 носочек левый а почему знаю тоже пудевичка ну почему же она другим цветом то но так отличается пудичка она не отличается на такая вот рыженькая значит левый носочек в догонку к правому у меня связан я очень рада это пара у меня уходит я только сделаю фотографию чтобы ну и для отчета январского и вообще для истории нужны фотографии сфотографирую и торжественно вручу это те носочки которые мне нужно было связать концу января но я справилась чуть раньше чуть даже не чуть потому что вот эта идея которую многие из вас поддержали вязать по паре в месяц но минимум по паре но я пока не вот плечевые у меня броди здесь наверное по паре она меня не оставляет в общем носочки январские или носочки январь январские носочки мне нужно еще в январе связать и буду делать я это из подовольки я начала сейчас покажу но самое главное что те носки которые мне нужно было в январе связать являются обязательными я вот все принимал напишите пожалуйста что принимал отдаю и значит они в копилку январскую они в январский зачет идут но в тот сундучок в корзиночке еще не знаю куда я буду складывать кстати мне мой друг сережка которым подарила у кошки от сережки сказал что в деревне есть сундук но очень большой и где-то еще у него в городе есть значит сундук поменьше который но так как у меня с местом вообще беда я все-таки все равно на сундучок посмотреть посмотрю вот если он такой мой что называется указал вот сундук конечно даже 12 пар насочных не вижу но может быть красиво для кадра где-то да вот была бы горница рукодельная сидеть какие-нибудь бревенчатые стены за тобой тут сундучок стоит открывать так этот сундучок и оттуда значит допустим пряжу вот для хранения пряжи моточной или так просто сундук открыть немножко его поставить так чтобы он полу лежал был виден там что-нибудь к задней стенке так подпереть и такая-то моточки лежат один к одному один к одному какой кадр то был та не размечталась очень я посмотрю что из-за сундук сюда вряд ли он подойдет но застолбите этот сундучок опыта аппетитно рассказал мне про него я хочу старинный год ну лет сто это вообще прям беру беру очень скалберок отказаться можно успеть и вот если его хотя бы для одного кадрика в деревне может быть оставить какие-то старинные лукошки откопал мне надо как про какой старинный сундук сказал мне надо мне все надо носки связаны я очень довольна они скромненькие они простенькие связаны они из одной ниточки ализе супер вошь бежевого цвета и одной ниточки ализе супер лана тик тоненькая вот тут просто для просто девушка который я вязал носки а почему меня нет она увидела носки мои взгляд упал на мандаринки называется я тоже хочу носки взгляд упал на мандаринки вот только с одной пуговицей я честно говоря хотела и пришить куда-то вот сюда а так как у меня косичка горизонтальная которую мы учились с вами писать писать косичка которую мы учились вязать я вчера за корючки писала с одним мальчишечкой вязание писание правописание все в одном флаконе она у меня ровно не стыкуется красиво я вот декорирую пуговичкой вот и как и как хорошо она хочет одну пуговицу пожалуйста в общем это тоже взгляд упал на мандаринки только в другом немножко исполнение чисто белые не надо но и темные не хочу поэтому такие вот они получились не беленькие не темненькие ну хозяйки нравится а мне что а мне ничего в общем все носки готовы и я приступаю к носочкам январским честно говоря я приступила когда я в прошлом ролике рассказала как нас учитель домоводству училом учительного стучи ну да рассказывала носочек в носочек значит там эффект одна зрительность написала что татьян классные торчалки я давно хотела узнать как вернуться чем когда эффект такой что один носочек выградывает из-под другого на самом деле это нет вот и мне слово торчалка так понравилось думаю ну все прям целая коллекция торчалок представляете я конечно не думаю что я навяжу целую коллекцию торчалок но парочку хочу потому что мне хочется чтобы была тут резинка тут резинка а еще носочки хочется я не за может быть они мартовские будут может апрельские но впереди то еще год когда вот эта часть мне очень нравится и с тонкой и с тонкой пряжица например остатки махера взять да и как-то его зафолдить не такое же количество петелек как и у норму верхнего носка а там вот ну чуть побольше петелек взять и в две петельки зафолдить мне очень очень тоже хочется когда махерчик выглядывает красиво или ангурш какая-нибудь что-нибудь такой тоненькая нежненькая и не резинкой а например ажурчиком каким-нибудь или просто лицевой девочки писали в общем я вам ролики хоть и снятом на коленке мне не всегда бывают условия снять хорошо но главное понятно там все видно значит ролики я ссылку оставлю кто не видел мы говорили о том как связать вот эту значит эффект когда один носочек торчит из-под другого и только я значит торчалку название я еще говорю спас вижу я свои торчалки спрошу вас я прям так в инстаграме писала ты связал свою торчалку как плакат а ты связал свою торчалку вот и значит пусть каждый ответит как мне написали обманка ведь вот есть культурные слова какие хорошие обманчики я так хотела давно эту обманку может правда обманка назвать более культурно торчалка прикольнее надо подумать а это вот выражение спад пятница субботу и таня спасибо что объяснили вот это значит спад пятница суббота это выражение леночки орловой ой как сейчас я и кается там на своей тени рифе наверное вот на что я сделаю если выражение спад пятница суббот я услышал у нее и она часто воротнички делает вы говорите что можно это применить и на воротниках конечно и на рукавах джемпере к и на воротниках и на джемперах вместе взят это применить можно где угодно кому-то удобнее просто взять крючочком связать эту торчалку это обман к кому-то с пиццами изнутри то есть не начинать именно с торчалки я как вижу отдельно вот эту часть отдельно вот эта а способов много конечно можно изнутри набрать специальные и связать то количество рядов, которые нам надо. Безусловно. Это кому как угодно. Просто когда я оговорилась, как нас учили, и меня попросили показать это наглядно, я с огромным удовольствием это сделала. Когда мне несколько человек написали Тане, мы так в лыжи вязали, в лыжные ботинки, я говорю, почему в своё время я на лыжи наставала только на физкультуре, наверное, я об этом не знала. Как удобно. Здесь, конечно же, смысл в каком? Какой смысл? В лыжные ботиночки этот носочек, значит, напяливаешь, одну часть, как бы, отворот делаешь как раз на лыжные ботинки, и снег не засыпается. Естественно, здесь надо уже высоту отворота, ну, не такую милипизерную, да, а продумать немножечко повыше. Здесь уже каждому свою. Но идеи-то великолепные. Кто-то рассказал про огородный сезон, который начинается, когда вот эти вот колушки-галушки-то начинают носить. То есть кто-то про лыжные ботинки, кто-то, конечно, конечно. То есть вот эти двойные штучки, если я-то просто для красоты, а зачем? Кто-то писал, зачем вот это? Ну, для красоты, девчонки, для изюма. От меня на Инстаграма зачем? Для красоты. Ну, как зачем? А потом оказалось, что не для красоты, когда вот эти огородные сезоны, да когда про лыжи стали говорить точно. Это же такой, может быть, суперотворот, который действительно не позволяет в обувь набраться. Ну, землица или снежочку или... В общем, здорово. Вы у меня не голова, а дом советов. Короче, три подпольных названия у этих носочков. Торчалка и обманка из-под пятницы, суббота будем вязать. Вот эти носочки у меня будут считаться январскими. Я уже их начала. Ну, я быстренько-быстренько связала, чтобы показать в ролике, как это делается. Все поняли, я рада. А потом думаю, ну, я время очень ценю, время. Не пропадать же вот этому начату, сколько там у нас было-то связано. И я продолжила вязать. Ничего абсолютно сложного. У меня что у нижнего резинка 2х1, что вот у этого носочка резинка 2х1. Просто я люблю петель на 12. Если бы на 4х связать, 12, 12, 12, 12, 48, да? А смотрю, девочка, когда друг-друг спрашивает, на сколько петель вы набираете, все то 52, то скажет, то 60. Думаю, что-то я как-то это... Хотя я напяливаю, хорошо. И первый раз я связала 27 и 27, 54 петельки получилось. То они мне кажутся большими, то они мне... Ну, носки ведь можно на другие носочки, так вот если их расширить. Я хочу продолжить здесь резинку, ничего не буду делать. А здесь лицевушка. Вот. И поэтому здесь такая же толстенькая. Поэтому я люблю, когда нижний носочек, он связан из махеерчика, такого чего-то тоненького. Вот. Укрепленная пятка, она тоже такая толстенькая. Как вязать укрепленную пятку? Мы с вами... Ролик есть у нас, мы с вами провязали. И тут пошел носок. Вы знаете, вроде ничего особенного, но такая нежность. Под январь прям очень-очень даже... Ну, подходит. Тут у меня такая идея... Рояль в кустах у меня есть. Следующим пунктом будет... Как это? Снежность. Джемпер-снежность, которую я вяжу из такого махера. Да, я уже говорила, ролик есть отдельный про начало процесса. И вот из такой шерсти, и то, и другой, с пайеточками махера, есть еще и рюлекс-люрекс, и пайетки. А здесь шерсть стопроцентная. Девяностое с чем-то и пайетки. И вот если... Если... Это, конечно, очень смело. Такую пряжу, и, казалось бы, на носки, да? Ну, так как пряжа у меня точно останется, и я еще даже шапочку себе в следующей зиме свяжу, может быть, два метра, может быть, два метра вот этих... Ну, январские же носочки-то. Может быть, два метра этих самых пайеточек крючочком обработать. Я посмотрю. Это когда носки будут готовы, выстираны, я тогда прикину, потому что самое главное, и чтобы не было ничего лишнего. Вот это поблескивание. Вот это вот... Как вы говорили, вальс снежинок. Кстати, у нас уже который день вальс снежинок. Посмотришь в окно, а там вальсируют и вальсируют. Для водителей, для дворников это, конечно, не самое радостное, так сказать, может быть, состояние природы. Но понятно, что у природы нет плохой погоды, а мне, человеку, который не может вообще выйти в это время, целые сутки я никуда, ничего, для меня это какая-то даже отдушина, смотреть на такую красоту за окном. И я вот вальс снежинок-то увидела. Мне так понравилось. Вальсируют. Вальсируют себе и вальсируют. Это, конечно, прелесть. Есть в зиме, в любом времени года есть своя прелесть. Осень. Какие она краски дарит. Вот эта вот зима, свежесть, невероятную свежесть. Это даже, может быть, морозную свежесть или холодную свежесть. Чистоту. Лето. Ой, ну лето вообще столько эмоций. Такое оно вкусное, такое оно тёплое. Так что весна пробуждения, по-моему. Ну, это там философствовать начала. Одним словом, вот почему эту ниточку отрицаю, потому что она беленькая, а у меня всё-таки здесь молочная. А вот эта вот, она молочная. Я, может быть, вот здесь даже крючочком, здесь пайеточки-то редко встречаются, но тем не менее, а может быть, даже и не здесь, а вот здесь один рядочек. Чтобы так как-то вот повернёшь ножку и что-то, что-то искрится. Ой, померещился. А, нет, не померещился. Я хочу подчеркнуть, что это январь. Я сначала думала, Танька, ну пушистую ниточку бы ты нашла, как снежок вот январский. А я вот показываю вам, просто взяла, Лиза Суперлана, тик в две нитки и шпарю. Думаю, ведь январь, ну думаю, февраль ведь ещё. Он вьюжит там снегом, может быть, что-то пушистенькое, я даже не знаю. Я у мамы откопаю, у мамы можно всё что угодно. Махера, конечно, мне сюда жалко, если только какие-то остаточки. Махера и, к примеру, где-то чуть-чуть подпушить. А может быть, февральские носки-то ещё и запушу. Но здесь я уже не запушила. Сюда сейчас вообще ни к селунию городу пушить, когда полноска связана. Распускать я не буду. Они мне очень нравятся, как получаются. А вот немножко заискрить, капельку-капельку заискрить, может быть. Хотя даже если я не буду этого делать, они будут очень красивые. Но я посмотрю. Я посмотрю, когда они будут готовы. Всё-таки 27-284 мне кажется великовато. Ну, носки можно другие носки носить, да? Вот, ножки разные. В общем, просто дорожки. Лыжни. Это же январь. В январе мы ещё на лыжах ездим. Это такие вот след Санный след Та-та-та Я готов Побежать За поворот Я всё перепутала Ой, даже Отключил телефон, чтобы песню вспомнить И не помню Я готов Та-та-та За поворот Ля-ля-ля-ля Что-то там Санный след Поэтому, может быть, и не лыжня, а может быть Санный след От саней тоже почему бы нет. В общем, январушки мои Вы вяжете январушки Много у нас, кстати, кто вяжет по паре-то в месяц Это как минимум по паре в месяц Можно больше, можно меньше Меньше Ну и меньше можно всякие обстоятельства Зато потом в следующий месяц Наверстать Кто в январе не свяжет В феврале Январь-февраль вяжет Но это совершенно не обязательно Так уж, ну какие-то Хотя, говорю, какие-то спешечки даже есть на эту тему Мы тут сами себе Хозяева Что хотим, то и вертим У меня курс на носки И вот эти носочки Мне теперь надо из-под оболочки в январе вязать Мне хочется закончить все-таки одно плечевое изделие Оно у меня Ну вот Ну вот Просто Уже вот Переделочки-то мои Взялась Я вчера все-таки четко довязала наконец-то Так Джемпер Снежность Или Я прям Прическу Свободу попугаем Или Волшебное мерцание Все я про него рассказала После стирки Корпуса Без рукавов Показал, что Я чуть-чуть прогадала В длине Боясь Вот прям Переживая Я не хочу Утеть длину Большую Не хочу Я хочу Коротенькие вещи Значит Я немножко Промогнулся Или он даже Подсел Не наверное Подсел С метра на два Вязать рукава И париться Я так много Сижу рукава Нет Мне надо Довязать длину Вот такая Я у меня Свою Длина связана Потом рукава Это ладно Когда Если после рукавов Останется пряжа Тогда еще чего-то А так как я знаю У меня Вот этой пряжи Уйдет Восьмой моточек Будет задействован Чуть-чуть Капельку А вот этой пряжи Может быть В семь мотков Уложусь То есть У меня два С чем останется Вот этой пряжи И три Вот этой пряжи Представляете Какое сокровище Еще останется Это Конечно пряжа Это не пряжи Это сказка И я какую-нибудь себе Ой Это уже зима Но я же летом Люблю к зиме готовиться В общем Я пока шапочку собираюсь Может где-то По полосками Что-то в шарфуле Я не знаю Я все это Вот я прямо Сижу-сижу У меня какой-то Бам Озарение Инсайт догадка Нет Просто озарение Инсайт Когда задачу какую-то Решаешь Ну в общем Инсайт Видно Вот здесь Вот я не знаю Как будет При развороте Вот эта часть Была резинка Та старенькая пряжа Вот Я ее постираю Здесь все сгладится И значит Я довязала Где-то у меня Шесть сантиметров Прибавилось От той длины Которая была Теперь я Спокойно-преспокойно И теперь я могу Довязывать рукава Рукава не будут Длинными Хотя и есть Для этого пряжа Рукава у меня будут Ну как я люблю Локти прикрывающими И как будто Я их Завернула Мне это все нравится Один рукав Как я уже сказала Вряд ли будет видно Вряд ли Вот эти снежиночки Видите Вот она Вот она То есть Очень редко Поначалу А ближе к концу Они уже стали Прям Не видно Но я потом покажу Они стали Вот он рукав Кстати Стирное полотно Не стиранное Они стали Почаще Почаще Я перешла на резинку Резинка Вся та же будет Три на два И к концу Уже просто начала Я вязать ее Заметно что ли? На спицы перешла Четверочку Так вяжу на пятерочке И в конце И в конце Вот кстати После стирки Эти снежинки Незаметно Где-то И к концу Там где троечка Будут Три лицевых Будут снежинками Все Три из трех Вывязываться На рукавах Внизу Считаю лишними И будет Очень классно Тут у меня Кетлевочка И резинка Три на два Со снежинками Ну в том ролике Где я показываю Началь процесса Все крупно показано Внизу Только резинка Три на два Без всякой кетлевочки И без снежинок А на рукавах Резинка Три на два Со снежинками Но без кетлевки Ложная естественно Зато с одной Изнаночной полоской Все это я потом Тоже когда довяжу В общем Мне осталось Довязать резинку На одном рукаве И связать Второй рукав Все Изделие готово Оно прям меня захватило Говорит мне Носочный Вот этот Вихрь какой-то Налетел Если бы не налетел Я бы уже связала Но переключаться Очень надо Тем более Когда просят Носки Очень Дорогие для меня люди Я отказать не могу Ничего страшного Это джемпер Я беру завтрак Маме И мне Если там Никаких Форс-мажоров Не будет То вечерочек Вечерочком Поздним Я довяжу Как рукав Так и Свяжу второй рукав Я очень надеюсь Потом мне один день Напостирать Поэтому через несколько роликов Я надеюсь Мы встретимся Со своим Волшебным мерцанием И у меня будет готовый джемперок Он мне так нравится Он мне так идет Он хорош сам по себе Вот казалось Да, если скажешь Там Пайетки Рюрикс Не могу это слово говорить И брошки И как-то Нет Брошки лишние Еще что-то Ничего подобного Это такое супер Вот какую-то навороченную брошечку Нет А что-то такое Проволочное Выдержанное Неброское Этот джемпер принимает Фантастика Потому что Если бы мне теоретически сказали Какая брошка И так уж все замечательно Я брошки вроде не ношу Я просто разговариваю На тему того Насколько этот джемпер Может быть как праздничным Так и будничным Прелестно В общем Один рывок Также можно сказать У меня на фазе Ну чуть-чуть отстает От этого джемпера Моя липушка Которую я забыла принести Сейчас принесу Все больше и больше Влюбляюсь Казалось бы в то Что раньше Вообще даже не думала В очень дырявое полотно Коих у меня нет Мне хочется Но я боюсь Что первое полотно Но будет только начало Я потом себе еще всяких Дырявца стены вяжу Да кто-то говорит Неудобно Руку просовываешь Перстнем задеваешь Еще что-то Но я готова снять перстень Который я ношу Очень редко Просовывать руку Ну не знаю Мне хочется дырявенькое полотно Оно у меня будет А там я посмотрю Приживется не приживется Довязала я резинку Не хочу я слишком большую Резинку один на один внизу Она у меня примерно По толщине как планочка Да планочка И как боковушка Я живу под рукавами Подрезы Сделала А я тут 8 петель Подрезы у меня такие Идут Платочкой на фоне лицевой Ну мне в общем Пришло время заканчивать Казалось бы Прям совсем Я тут может ряда 3 Рядочек 3 провязала Но я носками занималась С того момента И у меня все У меня значит Это липушка Коротенькая она у меня будет Можно ее Закрывать И останутся только рукава С рукавами у меня мыслей Больше чем Можно на одной кофте Так сказать Воплотить Это с одной стороны хорошо Но с другой стороны Именно это тормозит Я рукавных фей не прошу У меня хоть и На снежности Остались рукава И Здесь остались рукава Вязать не хочется Фей мне не надо Вдохновение У меня хоть отбавляй Феюшек не прошу Спасибо всем Которые мне присылали Когда Ну не перли рукава Здесь у меня исключительно Дело Времени Мне не хватает времени А его у кого займешь Ни у кого не попросишь Поэтому у меня все вяжется Слава богу Было бы только В общем вдохновение есть Мне не нужны Время Значит По вашей просьбе Ни один человек просил бы меня Рассказать расчеты Показать Как это все было Я скажу Вот прямо пока сегодня Монтирую видео Закончу Я надеюсь Ряд закрою Чтобы мне можно было Без всякой привязки К ниткам Рассказать об этом Я расскажу О том Как вывязывала Гроловину Свяжу снежность Перейду На этот джемпер Мне так все Спрашивают Про нитки Где я брала Эту хапсалинку Я брала В магазине Мервышевки Мне кажется Я об этом Говорила не раз Ну может в каком-то ролике Пропустила Сейчас Мервышевки Он переориентировался Больше на вышивальщиц И мне кажется Я даже не захожу Я не знаю Там пряжи Может быть остатки распродают Или вообще уже не связываются Я не могу сказать Но раньше Мервышевки Не просто занимался пряжей Хоть ругали за то Что там дорого Зато там были такие фирмы Которые в других магазинах Не найти Вот фирма Мидара 100% мереносовая шерсть Тонюсенькая Тонюсенькая Кто вяжет шали Тот знает Там тоже была Вот этот махер Цветы липы Я уже не помню Что там еще В составе Я брала в магазине Итальянской пряжи В Перми С этим магазином Я познакомилась Когда Увидела видео У Людмилы Тен И Людмила Тен В одно из своих видео Включила Такой небольшой репортаж Как раз с этого магазина Наташа хозяйка магазина Может быть общаются Может быть дружат Я не знаю Но вот Людмила Я приглашаю вас Посетить Людмила там так говорит В мир пряжи Повяжите Посмотрите Хотя может быть Вам повязать Не удастся Потому что Все внимание на пряжу Так и было Я отложила все свои вязалки И смотрела пряжу Сколько лет назад Я не помню И таким образом Не удержалась И заказала И мне очень нравится Как консультировать Наташа И вот совсем недавно У Людмилы Тен Вышло опять видео Я сидела Прям Смотрела Там и Махера Завоз прям То ли новогодний То ли предновогодний Там и Твиды Там и Ангорка Причем в разных Процентных соотношениях Там Ангорке 20% Ангорке 30% 40% Такая красота Такие бобинки Плюс еще Наташа Создает набор Для творчества Я удержалась Я удержалась И смотрите Это видео Удержаться Очень сложно Но зато Когда кто-то Что-то ищет конкретное Вот в моменты привоза Да Вот например Нужен твит Определенного цвета Какая-то неделька-две Все ведь разберут И если нужен там твит Какого-то Или там еще Что-то определенное Громовки Чтобы потом Выбирать какие-то остатки Вот пожалуй Сейчас В празднике магазина Сокол я помню Ну в инстаграм Было написано Что на отдых Отдых тоже нужен Конечно Как без отдыха И вот сейчас Он заработал Там пока Вот этот Привозящий Там можно урвать Итальянская пряжа В Перми Магазин Надо ссылку Наверное оставить Если забуду Девчонки Скажите Вы обещали Ссылку если нужно Там вот сейчас Прям все новенькое Махеры там Замечательные Мне все нравится В общем Следующий ролик Руки в кадре Я коротко расскажу О начале этого процесса О своей липушке Тоже хочется ее закончить Но у меня Отромать дар Если я закончу Снежность Я не знаю Насчет рукавов То мне хочется Такие знаете Прям пышные Которые оп Закончились Думаю Да-да Потом Таня Носить-то кто будет Вот ты свяжешь Эту пышноту Носить-то будет Конечно Не заужено Это само собой Потом мне хочется Вообще Наоборот Даже Расширять Идти расширять Чтобы так вот Поднять руку Да А тут как крылышко Вот это было Рукав Потом думаю Таня Это красиво На фотографии Я уже вижу Какую-то фотографию Таня сделаешь В шкаф положишь В общем Наверное Не заужен Ни за какой Просто рукав И как всегда Коротенький Три четверти Вот это я буду носить Вот это я прям вижу Это я буду носить На этом остановке Да Она будет простой Вещью Ну с такой пряжей Вещь простой Никак не будет Но зато Пожалуйста Зато Это То что я прям Вот Пробуждаюсь Полусонной С полки возьму И пойду Так мне надо Вот этой стороной сидеть Тут я еще что-то Нахимичила Надо так сидеть Так Ваш вопрос Сегодня Касался пледа Как уж цвет-то Называется Ой Давным-давно Брусничный Все вспомнила Я связал Брусничный плед Как он Спустя годы И потом Значит Увидели Он мелькал Как-то в ролике Это самое И сказали Что недавно Видела Что же он так Красиво Мол лежит На кресле А что же Вы нам Его не показали Спустя время Девочки Просто Настолько Там все У меня плед Самый Наверное Два шли Осталось Не долго Еще какой А вот Новогодние В полоске Я себе вязала А это у меня Все в досягаемости Потому что Я могу там У сестры Взять Красиво Посмотреть От родителей Принести Красиво Показать Брусничный плед Связан с пряжей Народной Что о нем Сказать Пряжей Народной Плед мне как нравился Так и нравится И по цвету И по фактуре Здесь такое впечатление Что фрагменты шиты На самом деле Все это связано Прямо есть у меня Ролик Вяжем Вяжем Лицевые Ряды Лицевые Потом Изнаночные Несколько лицевых Несколько английской резинки У меня плед В основном укрывашки Пледы которые я вяжу Это пледы укрывашки А не пледы покрывашки На которых сидеть и ерзгать Если бы сидеть и ерзгать Я бы вот такую вот Вязку Вязание такое Не стала употреблять Потому что Ну понятно Да Посидишь Посидишь Волей-неволей Здесь останется след И в каких-то местах Это Промнется Умнется Поэтому Пряжа народная Для покрывашки Подойдет Очень хорошо Единственное Спицы я бы Или крючок взяла Не так бы рыхло Я вязала Поменьше А так как Это вот мне Для красивых роликов Для укрыться Посидеть Кстати Именно этот плед Сегодня Продиктовал Тон Всему ролику Вот Я очень довольна Этим пледом Очень довольна Пряжа народная Цена у нее народная Вид хороший Вот желтые навочки Я вязала недавно Из народной пряжи Подпортилась она Может быть От цвета зависит Вы говорите Метраж разный Громовка разная Народная А вот это Вот это Мне понравилось Очень Я ничего Не могу сказать У нас же Я вот Эксплуатирую Вещи Сезон Какой-то Такой Холодный Я могу Вязать Под ним Читать Под ним Потом Опять Стало тепло В квартире Я все убираю Так что Чтобы этот плед Я чистила Еще что-то Я не могу сказать Но естественно Если в комнате В квартире В доме Маленькие детки Ее разгуют Это другой Будет разговор А вот так Для красоты Его В ролике Использовать Или просто Покрыться Тут что Тут ничего Поэтому Показывай Покажите плед Что можно сказать Со временем Все отлично Все отлично Но он не эксплуатируется В хвост и в грилу Он не эксплуатируется Я говорю Все-таки Взрослые люди Это взрослые люди Детки Это детки Количество людей В доме Это количество Жилого там Человека в доме Совсем другое Мне тут вон ребенка На один вечер оставили Я вся Обляпана И так далее Костюм Который я носила И который был великолепен В течение Чуть ли не полутора лет Сразу Я посмотрю Если не отстирается Ну мы что Мы рисовали Лепили И готовили И я вся как Чунька-чунька Стала Так что Девчонки Я ничего не могу Плохой про пряжу народную Сказать Такие полотна Огромные Как плед Я не говорю Что что-то плохенькое Над на пледы Нет И на носки И на пледы Я никогда не напишу Там их в комментариях Ой на носки Такую пряжу Ой на плед Такую пряжу Носки И плед Можно сделать Произведением искусства Это же на века Плед можно вообще Передавать Как подарок Шикарный сделать Поэтому кто Насколько У кого Какие возможности И с простенькой пряжей Вязать Приветствую И с дорогой пряжей Вязать Приветствую Все мы разные Здесь ни в коем случае Никакого осуждения Пряжа народная Для пледа Мне кажется Очень даже подходит Это мое мнение Это мое мнение Но эксплуатируется Он щадяще Я говорю Ничего страшного Вот я Повязать Батарея не топит На ноги Повязала Повязала Красиво Сложила Вот Вот я сейчас Его расстелила Ролик сняла Так что Так он прослужит Ой-ой-ой И совсем другое Дело Пробежит кошка Пробежит собачка Там заденет Там ребенок ляпнет Ну мы все это понимаем Вашу просьбу Выполнила Огромное спасибо За внимание Мой добрый зритель И до новых встреч А они Обязательно Будут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok